Конец августа, начало сентября считаются самыми опасными в плане дорожных происшествий с участием несовершеннолетних, отмечают специалисты, а потому на дорогах усилен контроль до 5 сентября. В ГЭИ напоминают, сейчас следует ездить с включенными фарами и, конечно, никогда не забывать про детские удерживающие кресла. Круглые сутки водители должны двигаться с включенным ближним светом фара, особенно внимательно ехать вблизи школы и школьных стоянок. С начала текущего года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 47 дорожных аварий, в результате которых 8 детей погибли и 46 детей получили травмы различной степени тяжести. Именно в целях адаптации учащихся к соблюдению правил дорожного движения, в целях того, чтобы привлечь внимание общественности к тому, что на дорогах появляется большое количество детей, дети возвращаются с путешествий, с детских загородных лагерей, с деревень, все приезжают в город. Именно для этого необходимо водителям включать ближний свет фар, обращать внимание на соблюдение правил дорожного движения и, конечно же, предельно внимательное и осторожное участие в дорожном движении, непосредственно проезд нерегулированных пешеходных переходов и вблизи учреждений образования. Сотрудники госавтоинспекции отмечают, сегодня город светится, большая часть водителей знает и соблюдает требования правил безопасности на дорогах. Однако далеко не все брещане к правилам безопасности относятся серьезно. Кто-то сослался на забывчивость и невнимательность. Просто выскочило с головы. Я вот знаю, что в это время примерно надо включать, просто сейчас опаздываю. Мы постоянно проводим беседу дома, как надо передвигаться, переходить проезжую часть. Надо ездить со светом. Дети скоро идут в школу. Каждый водитель, который включает свет фар, подтверждает, что он не остается в стороне от проблемы дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Невыполнение условия может обернуться предупреждением от ГАИ либо штрафом. За нарушение пункта 166.9 правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность, где налагается штрафная санкция до двух баз и причин. Хотелось бы обратиться ко всем родителям, каждое утро напоминать детям правила дорожного движения, отслеживать местонахождение своих детей, отслеживать досуг несовершеннолетних, ну и, конечно же, собственным примером показывать, как необходимо вести себя на дороге.